что качал камбач на получается как всегда первый стрим настроек потому что я ебать давно как не заходил в эту помойку но тем не менее я снова тут это благодаря в таком гению как василий хайд выпускает мода мне быть потом стримить это так вчера ай блять вот все прошу раз мы остановись вот на чем вот этого корейца нахуй вынесли и конечно я ну в субботу на стриме было весело хоть я немного опоздал я поначалу пропустил там плюсы во время там некоторых моментов отходил так что большинство инфы не впитал но блять я удивлен потому что меня кто-то исходит хайд склада смотрит то есть дать вы на это лицо и скук скуктом примерно пуст если мы смотрел блять это блять благодарна спасибо благодарны спасибо дебил огромное спасибо но блять вот вы на это лицо без 7 часов смотрели вот вот на это вот лицо блять никуда как уж на пак вот на это лицо 7 часов смотрели пиздец май 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 соболезнования ну ладно думаю можно начинать и открыл глаза все понеслась бы я открыл глаза и поднялся на руках даже не успев понять что пришел в себя мыслительный процесс запускался с натяжкой и очень медленно ровно как и слух который лишь спустя пару секунд сиденье на заднице начал улавливает слабые звуки окружения для у меня к сожалению недели нет чтобы это застрелить я думаю как-нибудь до четверга спра до пятницы справиться типа в пятницу не получится стриме там пиздец экшон будет а тут сколько они на стреме проходили вроде 4 там до 10 ну короче так нехило часов 670 на это я тут я тоже постараюсь спидрант подпелом я бы за один два стрима справился блин не ладно за два если если я не один был то за 1 а так амина я всегда один так трякнувшись я оглядел себя прислушивался к организму и понял что чертовски сильно трещит голова и лицо медленно начал подыматься делала только и проскочил голове первая мысль стоя мне оглядеть площадь рядом у ничка рядом ничку ничком ничка что не а ну да я не просто ассоциации рядом я не буду не ладно я я говорю опять же мой сон запас насколько с куда умеешь там возможно ошибка возможно и нет идти проявлять мне потом еще за это пролетит такой типа ебать ты тупой ну ладно так что извиняюсь извиняйте если что не так я просто пропущу это рядом мордой в землю лежали данный пашка а у столба сидел привязанных гирлядами кореец бессознательно поникшим лицом и болтающийся головой а где уля я быстро огляделся по сторонам на девчонки нигде не было видно свалил за помощью только вообще бы провалялись упираясь ладонями над асфальтом приподнялся пошел к щуреся оглядываясь вокруг жив я не жив все остальное я не жив все остальное байки шоксы капшу отновшись выпрямился и принялся гадывать начали себя а потом все так же в прищур вокруг так значит мне не приснилось что вчера на страху сексом корейский мальчик страху сексом он вас выебал и высушил да ладно не может быть какой же тайминг то есть я близ пусть а столько времени начинают стрим стрим и от самого утра ремонт все я походу завершаю если ты через минуту не успокоишься конец стрима будет как там это вообще слышно для слышно это на самом деле нормально так что если будет продолжение то придется завершать на хулище делать так у нас ну короче да он выбрал высушил основу как то вы его тоже трахнули никакого секса только оля биты и палом и вновь я надежащую неподалеку в праве биту корейца виновница моей жуткой головной боли ясно и чё не ебу помогите я умираю едва доносилась до нас едва подняв голову к нам повернулся денис ребра болят все тело ноет стать не могу но извините что возможно эту интонацию подобрал но взять ну не знаю мне просто так захотелось без пашком ты издеваешься нет чувак но это не дело пожалуйста ну блять начисто когда дай мне чеснок чеснок я бы я большего не прошу хотя бы часок тестировочный стрим 5 или хочу завершать стрим спустя скука что 7 минут пожалуйста ари готов надеюсь ты меня услышал мы с пашком помоги дэн подняться земли и усадили на бордюр что произошло уже утро будем надеяться что мы просто откосили до утра они ты пахнуть куда-то откосили от кисли до утра не важно да 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 ты моих молитв не услышал да вот блять в чем прикол сидел спокойно серьезно никого не трогал вот с утра еще и вовремя проснулся покушал вкусно все подготовился начинаю и ты тоже начинаешь блять голова работала неохотно мысли в башке практически не было я достал сигареты и закурил обращаю внимание на том что вокруг не было ни души тихо как-то а ты чего ждал не знаю пионеров сущих удачно например да у мне лицо были из да ладно мне интересно там нормально как сушны можно именинта немного выкрутить сдал мне лицо были мой нос где мой голос расскажешь ленивая ссуны бормотание с добрым утром ёпта не я не могу так серьезно эти папа кадеток делать и под охуенно первый тестировочный стримована я еще хотя вчера но я после субботы отходил только и проговорил я подходя ближе к очнувшуюся бы ты птс нику о а у еще жив что ли на хули как бы ну да уж блять его ёбнуть нормально не может хули оленом здесь нахули я его лично задушу все ребра иди ты нахер своей дверью серьезно блять я его лично задушу о да 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 я его лично задушу и все ребра слабая сука никакой дэн грозный дэн было дернулся да тут же сморщимся от боли и замер еле-еле с кряхтением отворачиваясь обратно вот же шлюз пекрашен кореец лишь хмыкнул детка ухмельнувшись мне да блять дохуел для это дон по ходу прямо надо мной сверлит кореец лишь хмыкнул едко ухмельнувшись мне кажется он совсем не андис андр тут май и мэзинг индивич может мику позовем она переведет а вот только она японидзе японидзе а это корица откуда наш это хорезь для был по-японски понимает эй я подшел еще ближе и пощелка пальцем перед лицом корейца же проехать по пункту как как шпреки на за же пониж что-то вякнул что-то вякнул лишь проехать и а все я понял это немецкий какая разница ухо я дай джо буддисек дай джо буддисек дай джо буддиска корейц лишь прищурился ясно давай его просто за хуярим он вообще ничего не понимает печально печально друг куда девать будет тут же за памятником вроде есть пуск шахты в оригинале семён когда шарика находит туда где-то водит может туда скинуть быть ладно смотрите чтобы никто не будет не увидел этот видится я подошел убить и наклонившийся в руки возвращались корейцу закрой лучше глазки брать я постараюсь маршотом чего никого нет не чисто нулан до выдохи что я и замахнулся друзья мои вы чего я стараюсь просто сейчас пародирует тот голос который для корейц подобралась на стриме выдала нежно и умнулся они он к слову так ты все же проехали о чем молчал сдохнуть хочешь чтобы погоди значит если он нас понимает для меня с немного музыка конечно нормально но меня немного души так ну пойдет погоди значит если у нас понимает то вчерашний план по файту с ним который ты охуеть как в сухарал он тоже понял и поэтому чуть нас не отбил я сам был в шоке улыбнулся нам поешь за включали странно но я вроде никогда не учил русского а может это типа белка у него типа он понимает русский после этого телепорта звучит интересно но в принципе пока как-то да верно я пустил битву и вновь закурил ну что как тебя там джимон хак джимон хак ладно что как рассказывает как ты сюда попал почему на нас напал и прочий прикол ты об этом хотел поговорить ну что же я не знаю смысле прямо а хули ты на нас накинулся испугался ты ебанутый а ты в нем сомневаешься давай колись и начать себе давай колись иначе тебя пашку размажу по этому столбу understood он шикнул и что-то про промотал после вновь посмотрев на меня ладно но вы мне все равно не поверите о братан это ты нам не поверишь уж поверь ой там высыпаться отсюда пока народ не набежал тоже верно надо где-то спрятать этого чижика старый корпус старый корпус так суши сюда обратился к корейцу счастья тебя ноги развяжу и пойдешь за нами поверь мы твой единственный шанс выбраться отсюда не понимаю а ты пойми истории учил про пионеров слухал нет ну что же если вкратце добро пожаловать в 1980 год так что сейчас пойдешь за нами все расскажешь и уже там решим что с тобой делать и как нам из этого дерьма выбираться а будешь период период и период и период и крутить мы тебя за мощь еще более чем надели гость не слишком мерзкий что потом потом стрим пересмотрю и ко второму корректировочке так сказать если нормально то пойдет если блядь слишком мерзкая то он будет нормально голосом его озвучивать жила иллюзиво улыбнулся он не умничка развязать ноги и использовав освободившийся гирлянды чтобы связать тело и руки хака получше мы отвязали его от столба и соорудив что-то поводка повели его по кустам и тропинкам в сторону старого корпуса обновился пика ну брать это никак не относится обновился пика чтобы тянуть новый мод хайта блять это убрать последний мой исправился не это все шутка конечно же ведь вчера наконец-то запустил дозит ну типа он у меня давно был куплен и по скидке стиме вчера все-таки решился запустить издать меня называют егор 00 нормального лута 0 шансов на выживание но не ну типа блять только первый раз по ним зашел из поиграть то умность может что-то и выйдет атаке уже на месте пошел который всю дорогу помогал деду идти усадил его на скамью а я же вел а я же вел корицию сесть туда велел блять все давние к этого не было я соскучился а я же велел корицу сесть туда же а сам стал напротив него и закурил ну что же рассказывай со всеми прелюдиями у меня репетиция небольшая подготовка концерту который должен был начаться через несколько часов все проходило как обычно ну и блять его мысли я буду озвучивать так вот нормально голосом я сдохну все проходило как обычно я читал сценарий выступления на ходу выполняет движение и станцевальный номер нихуя ты сбитый там танцую что ли ты чуголь и слушал свой новый трек как вдруг ощутил прохладу и запах сигар дорогих таких себя опа антагонист и открылась дверь и мою гримерку зашел человек в плаще и большой шляпе м как в старых американских черно-белых фильмах его пальцах дымил сигара и он пристально смотрел на мне гиб из-под шляпы после медленно поднеся сигару рту скрытому во тьме полей и затянулся пускай дым тучным 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 облаком такой просил его я подойдя к самому шкафчику и вытирая лицо полотенце шкафчиком где стоял моя бита а не ну ладно тогда всего вопросов нету этот тип не сразу не понравился некое чувство тревоги металл между нами я пришел с предложение все вопросы по сотрудничеству ключи моему продюсеру вряд ли стоит знать о таких вещах загнусным смешком ответил он мне вновь понося сигару губа ты же не хочешь чтобы она узнала о том что ты серийный убийца так 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 топ ты серийный убийца может ёбнем и может ёбнем его все-таки тихо только ответил я после затягивать вещать дальше в общем после этих слов я сразу взял руки биту это заявление заставил меня рассмеяться и что слишком смелый или смешка или слишком глупый только идиот мог бы прийти ко мне и сказать такое в лицо хочешь смерти и кипятись живу я не шантажировать сюда пришел я слышал доходы от твоих песен раздражают студию который принадлежит твой контракт что тебе придется прекратить выступать с песнями собственного сочинения это наверное больно когда твой талант и твою страсть пытается задушить какие-то жалкие и ничего не понимающие людишки думающие только о деньгах я могу разобраться с этим ты сможешь отдавать предпочтение своему жестокому ремеслу и вернуться к созданию собственной неповторимой музыки я слышал ее эти вопли и крики на миксованные в твоих треках вопли тех кого-то убивал убивала благо искусства неужели ты позвольшь этому пропасть я сам разберусь со своими проблемами каким образом убьешь все руководство мальч мальч блять ну мальч план мальч май май тван май тван байдман я вот как тоже бы спреки на мари english и мэйзинк да ну что-то понимаю уже 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 не вывожу слишком этот живым хак тебя не касается после этого ты закопаешь себе еще глубже я же предлагаю другое решение сделку конкретнее услуга за услуг я избавляю тебя от проблем со студией и ты вновь сможешь наслаждаться созданием собственной музыки показал что чихнул ссоре мне уже привычка что какой звук косяк я близок упавляет все так наслаждаться создания наслаждаться созданием собственной музыки а ты избавишь избавишь наверное меня от проблем от проблем меня ну блять неважно от парочки назойливых мух какая фраза такая уже заглаженная от парочки назойливых мух из фильма все идет так вот думаю они неплохо подойдут для твоей новой песни где гарантии никаких гарантий честная сделка без контрактов без заверений ты мне я тебе я честно человек если ты сделаешь то чтобы не нужно а как больно блять я сделаю тебя таким каким ты был на пике своей славы я взмахнул битой упираю конец грудь незнакомца убирайся пока сам не стал частью моего искусства хорошего выступления после как переклонил голову и поправив шляпу отвернулся от меня и направился к выходу и уже в дверях остановился слегка обернувшись и не сдерживайся как только ты поймешь что происходит не мешка не секунды и ушел прикрыв дверь высотой господи да слез после должен концерте все резко сотряслось словно землетрясение толчок за толчком аппаратура вышла из строя а уж ты резал странный противный писк и после этого с очередным мощным толчком все погрузилось восьму и туман в этом тумане мари было уютно я чувствовал спокойствие я словно слушал прекрасную музыку и тело само двигалось под ее мотив я закрытыми глазами видел сцену и миллионы людей что скандировали мое имя а потом прохладные прикосновения тумана исчезли и я почувствовал страх опасность настолько явно опасность что не сразу понял что продолжает танец и только открыл глаза увидим множество силы этого мрачных и безликих они смотрели на мне тянули туманные клешни смесь над мной во мне горел дикий страх я не понимал что произошло страх излома но в голове вспыли мысль но в голове всплыли слова которые сказал мне этот человек перед уходом это его рук дело и понесу не пронеслось мне в голове я даже не мог понять что делаю не мог себе сдерживать все-таки биту ты блять собой на этот на концерт прихватил типа она у тебя башка фу бля ты поешь песни блять сбитой ну нихуев да ну я не знаю у корейцев свои блять забавы ладно то есть ты просто по приколу начал швырять людей ножи а ну блять естественно блять на концерт я стою на сцене у меня бита блять куча ножей блять блять вообще красавчик я же говорю это бы очень это было очень странное ощущение мысли в голове просто отсутствовали меня словно перекрыло по щелчку пальцев выключил сознание и остались только инстинкты только когда вся толпа начала разбегаться дымка этого тумана сошла и я увидел что это были обычные люди они безликие призраки но было уже поздно а потом вы вышли на центр явно не суля своими взглядами ничего хорошего я видел как много людей ранил и понимал что уже никак не отмажусь и только сейчас понимаю что не обратил даже внимание на то что все вокруг изменилось не стало ни моих зрителей не сцены не софитов в общем я сам не понимал что происходит короче блин или что не сенверска мне не знаю где немного кринс такой исполнять но так-то да ты жестко спалился будь это обычная туса какая но погоди а нахуя тебе столько ножей на твоем концерте вот вот пошел мои мои же вопросы от лишь усмехнулся нужно больной ублюдок я меня прочитали теперь вы мне рассказываете что происходит а я тебе уже все рассказал ты попал в ссср времена 1980 года пионерский лайки шутишь сожалению нет мы сами здесь тоже не местные из 2022 года прямиком эти твои точки стряски тоже появились недавно только вчера и как можно понять ничего хорошего они не суля верно у нас есть теория что видно этому червоточина не углубляясь подробности эта штука должна связывать пространство и время именно ее тут и что и именно ее тут к а именно и тут когда-то исследовали и как мы поняли таки не до исследовали мы думаем что из-за нее мы сюда попали и ты сюда попалась за нее если верить твоему описанию что тумана у нас небо да ну то есть не из-за того вот антагониста который пришел сказал я помогу тебе а ты поможешь мне избавишься от назойливых мух которые мне мешают ими с тобой в расчете богородство я играть не буду поэтому трахнишь меня в жопу и мы с тобой в расчете нет зачем но чувак плаще на я тоже об этом подумал кажется я был прав что кто-то за этим делом стоит видимо этот кто-то может управлять этой самой этой этой самой червоточной или не ей полк и этот кто-то наш путь отсюда домой и он хочет на съемный блять сначала телепортировал их ну или этого сотка с лимоном их телепортировал чтобы их съемность а теперь поля минус голова ну и судя потому что ты здесь так тебя кинули и возвращать не собираются а выбраться нет возможности уйдешь из лагеря вернешься обратно это место невозможно покинуть думаешь я тебе поверю хочешь иди проверь лично да и ты сам рассказ да и ты сам рассказываешь такое на что тебя в дурдом упекли бы и не подумали складывай 2 и 2 и решай ты с нами или нет поможет нам разрулить весь этот кипиш вернешься обратно не поможешь я тебя убью все просто ты охуенный парламентер хайт дай бог долголетия таким делим как ты ты тоже ничего и что-то от меня и что-то и что-то давление я уже потерял эту связь без голоса джи вунхака и что ты от меня хочешь что мне делать я уже сказал помоги нам начнется какой-то влетишь с нами в замес ты вроде нихуя такой боец хотя по виду не скажешь ты знаешь сколько такие ребята как же были малятка край губ не знаю засох или штук так как это работает я не могу ты знаешь сколько такие ребята как я занимаются курсе читал где-то про вашу индустрию а в остальном просто не отцвечивай пока что поживешь тут я кивнул на старый корпус пока мы не придумаем как тебя влить местной комьюнити ну и не делай хуйни если кого-то хоть пальцем тронешь ты тру и на этот раз так легко как ночью не будет подумай сам ты заперт в этом месте не только мы можем тебе помочь выбираться тебя сюда закинули и оставили на наш суд думай как думай я закурил чуть-чуть отойдя от него он метался глазами туда-сюда то смотря на нас то куда-то в землю хорошо я с вами и ты ему веришь он же псих ёбнутый ёбнутый посмотрите на него да речь даже не об этом пашок стал рядом со мной этого чего отправили на за я вас я вам я вам напоминаю и ты хочешь его выпустить оставить живых да его надо было еще вчера ёбнуть они зима они заниматься бандажом этим что ему мешать нас убить как только ты его развяжешь а ему напомню что это вообще а ему напомню это вообще без базара а ему он маньяк ничего не смущает в этой ситуации не допустим давайся тот тот же самый маньяк господи черный не связаны потому что он ваш друг бля я помню блять чем это вся хуйня закончится объем моего и за ним пришлют еще одного убийцы если действительно есть кто-то кто хочет нас убрать то продолжится на его смерти ничего не закончится нам могут заслать кого-то по опаснее с кем уже с кем мы уже не справимся все он будет с нами нас у всех будет больше больше шансов отсюда выбраться нас уже будет четверо если бы хак был нужен тому мужику в шляпе его бы уже вытащили или пока мы были в отключке освободили бы его кинули а ничего что он может нас убить его вернут обратно он отказался от сделки всем мужиком да и я бы не стал доверять тому кто уже меня кинул да и вообще без моего собственного согласия запихал и запихал в и меня в прошлое и нужно быть гением чтобы понять что его что его как только не нужно быть гением чтобы понять наверное понять его как только он нас убьет самого уберут что его не вправе что его как только у нас и начитываю предложения до конца и уже делаю блин свои выводы на гуляет на никто ему ничего не возместит и никуда не вернет зачем ведь он сам отказался от сделки от к не выгодно от к не выгодно никому а все я дебил да и звезда да и звезда на своем закате если он вдруг пропадет или умрет его альбом который принадлежат студии станут хитом и пересут кучу бабла так что возвращение хака не выгодно никому этот мужик в шляпе знал контракте о том что творится с делами хака на его звездном поле поприще явно не не в новостях прочитал явно не случайно именно его убрал ведь если он исчезнет студия в плюсе в мире на одного психопата меньше а тот мужик избавиться от нас сколько плюсов не так ли вот как я это вижу что скажешь как спросил я смотря на него молясь чтобы моя выдумка сработала тот сидел смотрел куда-то мимо меня отсутствующим взглядом а на лице читалось едва заметная гримаса злости видимо не зря я решил влить сюда ложку лужи а его хитах после смерти и богатстве студии после его исчезновения я согласен я с вами добро пожаловать команду я выводил запаса прикваченный еще вчера ночью с площади неоновый ножичек и среду гирлянды освобождая хака от пуд пиздец хайт пиздец пошок покачал головой и отойдет на блять пошок покачал головой и отойдя подальше от корейца все на другую скамью закуриваю сигарету я буду я буду я буду жить здесь ну блять сори я не умею подбирать и голоса я лишь пытаюсь пародировать тот голос которого когда вас я делал я я заорал в голос делу он на старое здание пока да нам надо что-то придумать твоим устройством может лучше придумать чего пожрать дэвид пункт дэвид пункт бы мне сходить да надо бы если все идет по обычному распорядку завтрак должен начаться скоро тогда давайте так я останусь здесь вместе с нашим новым другом а выйдите влаги пошок идите окольными путями до медички а там себя в порядок приведи и дэна виоли оставь потом там макияж и не макияж переодевайся и дуй на завтрак сам пыш и нам захвати чего до возвращайся как только совсем разберемся уже займемся построением дальнейших планов лады вполне себе план отлично я перехватил биту и помогли на подняться скамеи после взвалив его на пищу пашка не проебывайте столько сухо ответил мне он и они данным двинули в сторону лагеря для кстати общем прикол я смотрел ну на обнову когда вася выпустил второй эпизод потом это был воскресенье 8 тонн поймать к и всеми такая же шляпа а являюсь еще в 5 утра сидел бля ну до 5 утра и у меня уже было загружено типа в это факт нет ты видел эту хуйню только и буду я на выдохе когда мы с денисом отошли порядком и заброшки ты про корейца меня это тоже не радует с другой стороны что другой стороны разве решение оставить этого гей-попера в живых хорошие для как хорошо что не надо вот это говорить осуждаю осуждаю блять пизде что хочешь так ну наверное нет да не наверное а нет капсом прям с восклицательным знаком еще может он действительно думал все после встряски от доводов кайта доводов он же это на ходу придумал даже я это понял ну а хулигей гений я с него в ахуе нет такого решения нет такого решения и от него ждал я думал он адекватный как минимум и с соображалкой дружит а по факту оказалось на мгновение в голове пронесся вечер когда мы сидели в подъезде короче не таким я сего представлял ожидание неоправданный верните деньги ну если на чистоту с тобой аналогичной ситуации смысле на прямом всегда типа весь все флексер на совах флексер в голове флексер наделить хика хуяка ну блять по факту по факту я конечно не знаю какой у себя флексер хуяксер ну блять вот эту блять хочу не монику а как там сайори блять и наху реальный мир блять сайори хочу остаться нахуй меня там никто не ждет и нахуй бац блять и ради сайори блять убью ладно не по виду пиздец это кайт виноват он сразу где пришел нырнуть да он просто поговорить наверное хотим просто мы не так поняли да похуй я не с такими разговорами ехал он так мог он так мог его испанить не сломался бы не знаю может у него день не задался да похуй это сейчас не так важно как то просто решил отпустить чел который нас путал всем ну кстати да и конечно хотелось бы нормальный флекс какой-то ну ну блять по чем блять заброшенном пользе не нажраться под музыку это не флекс по моему как раз таки вот это посидеть вот это позалипать там попиздеть аху не блять реальных каких-то блять проблемах чем не flex я конечно можно было бы и в клуб поехать много мне я уже как-то сам не второе нет желания в клуб ехать да похуй это сейчас не так важно как то что он просто решил отпустить чего котором надо его нужно было нужно просто быть с ним поосторожнее а этом то согласен а скорейцем чуть-чуть может ёбнуть его по тихой а потянет хуй знать да вряд ли этот блять сбитые для со своими ножами вас скорее захуярит а потом еще ваши мертвые тела трахнет казалось код дойдя до бит пункта окольными путями мы поднялись на крыльцо и остановись напротив двери хочу скажем ля как смысле подожди вчера же пиздец на площади был там куча пионер зацепила ножичками так что не думаю что нам надо оправдываться мы же герои типа от пизде ли маньяка логично доброе утро добыл ух ёб что случилось ну так это вчера же диска вчера же на дискотеке вас видео нормально были учим ночью занимать но и зданием лишь переглянусь на таки его в принципе таки думал что ничего не было ничего не знаем в таком духе смысле а также кореец ножи и нашу умопомрачительный замес выбирать она что не в курсе а что-то вчера никто кроме нас не приходил чтобы набрать понятно вот тот что-то сделал каута каута ну немного так вы мне зубы не заговаривайте откуда такие травмы на подрались с одним чем тот который с такой грустным личиками глазками мертвыми василий который это драка называется блять нахуй ты ваше подставляешь чувак можно присесть мне кажется ребра сломаны час от часу посади его на кушетку мы прошли чуть вперед слегка свистя ногами скользящими на плиточный пол я усадил дениса на койку и с облегчением потянулся наконец избавившись от нож а можно мне первым осмотреть на завтрак чтобы успеть а мне потом на завтрак не надо идти ну блять хотите а вам что-нибудь пирсу ну врачебный долг все дела пожав плечами выдал я мистера лизу докатил глаза садись на стол я присел глянув на дениса почисту я потом нас хочу а голову подымит я послушался за графе и как можно выше из-за чуть наклонилась и пощупал нос от чего я весь сморщился чуть не в замины вгну сейчас там полный ватный принесу сказал на удалившись другую капотушку даже если бы вчера никого не задела либо она вообще не в курсе что происходит может у нее память стерлась не знает разберемся будет больно только и донеслось для меня с легким скрипом двери причем не титра вышла к нам и разорвав бумажные покупки положил на стол рядом ну и вату блять не я уже это представляю мне уж самому не по себе сносят кого закинь потом дыши ага терпи подирая вправе нос чешущийся от ватных затычек я спустился скрыться потягивать гулять просто вот это как это смотришь по виду щеку там яйцами полюска ай блять неприятно пиздец его также у меня сейчас носом было смотрю блять и кто бы представляет или самому как будто захотелось прикурить нога ногорн а также ожидающий моего возвращения два дебилов старом корпусе или прочь эту затею перенесения на ближайшие потом как раз после приема пищи точнее я сам для себя убираю пачку обратно в карман стало все было по дефолту я оглядел собравшихся и и не приметив ни одного недовольного жизни пионера что было странно учитывая что вчера я сам лично видео как многих почекала ножичками а сейчас все угли так словно ничего не было нужно раскрыть это дело блять опять детоксиво врубил я лишь прищурился обводя взглядом столу еще раз попутно продвигать к столику к нам взять саюри нету врубай детектива а я думал блять вася как-то геймплей добавил поедая гречку с подливой и прикусывает отделах хлебцем с маслом и кусочком сыра я оглядывал остывающие тарелки подумала о том как бы мне доставить их под назначением и на подносит же через весь лагерь нести мерном пакетика при себе нет хотя бы хотя бы сказать как у земли допути потери потереть взять как уже отсталый до надо перед аккуратненько это я еще трезвый там поварить и попросил бы я думаю она там когда у на и отчметы кого из этих собачьих консервов отнеси там своим бедолагам ох и разберемся тоже я отправляя ложку с каши в рот павел раздалось позади а чего дернулся на секунду едва не подашить подавившись подавшись доброе утро в дважды я поспешил запись содержимый рта одном прогреватывая все кучи добрая а где ребята да нет отсыпаются хилятся вчерашний файт был жесткими все такое файт что это почему ты говоришь как отсталый с тобой все в порядке ну то что было на дискотеке анфары ножи кругом и все такое не у тебя жар все сон дурную видел искренним поинтересовалась она ну да типа того они реально не покупать ситуацию по ходу сон до парни спят еще вот и на что а вася у вас начинал а до типа ладно лучше тебе после завтрака их лучше разбудить один приедет важный гость нужно его встретить пасхи хайтовских модов в общем-то для этом гость настолько важно что именно вася должен его встречать то есть просто поебать ну ладно разбужим о 11 сбор на площади не опаздывайте хорошо отлично приятного аппетита а а она уносит долясь от столика странно блять видимо день и денис был про да бля не случайно скипнул видимо денис был прав им нахуй все из головы выбил а вчерашнем флексе обидно не быть нам героями этого века вздохнул я вдогонку вздохнул а вздохнул я вдогонку мысли делать готовься все вообще странно что странно блять тут все странно это сам сама разговоришь типа и странно что вообще странно что странно блять тут все странно понимаю понимаю бывает не олада не бывает странно самого мое присутствие здесь уже сама по себе экстра странность да и в башке стезис какой-то не поймем чего доброе утро я опять чуть не нахлебнулся и за резко по разлучавшихся на прям над ухом голоса после чуть кашля и убрать стакан от рта ухая я присяд я подсяду это как этот блять мир спорта или техником я подсяду вам нахуй отлетаешь ну блять соль не могу взмахнуть гулять разнесу все я подсяду конечно саюрец подах с подносом пришла мимо и села напротив раскладывая сжимая с подносом на стол как дела ну типа нормально твои да тоже выбрать неплохо ну да а потом ебалу ну если темной кап там какой-то охуенно сделали она не она потому что у него спрайт блять убиты был там что в крови без он крови без фигурал бы все пизда и бал вообще не верю что его блять в медпункте так быстро за гримировали одежду постирали и вот такой сидит все за и буба охуенно ну он не буду даваться в подробности да тоже вроде неплохо приятного аппетита и тебе на спасибо она кротко улыбнулась ковыря кашу ложкой польшу чуть подумав сделал глоток чая и стаканов почти что вчера швайди вернулась хотя обещала резко выдал она уже в стакан в руках и прячу взгляд разгадывая его содержимое да ничего страшного все нормально пиздец я бы на ее месте вообще никуда никогда к себе не возвращался было бы за что извиниться не правда было очень приятно но и просто просто перенервничал и я понимаю я сам вчера сразу почти ушел но не сразу конечно подождал немного но потом понял что ты не придешь и прости нормально все честно я почувствую деку неловкость но вместе с этим нам глянь ну вот доложивает как всегда но вместе с этим был вполне успокоен и что странно даже не нервничал я понимаю сам был сам был на нервах да это было волнительно очень повисла томная молчаливая пауза в которой слышался только шкряп ложки сайвере поту тарелки ситуация спасла шумная поставивший поднос на стол ульяна без особых церемоний отодвигая стол рядом и сам стол рядом со мной и садясь они ничего не помнят тихо прошептала на отправляя в рот ложку скажи приятного аппетита а ты все помнишь ага уже что ты здесь спасибо я еще какое-то время по попялив на сср тоже зачерпнул остатки каши странно как дела нормально у тебя вполне себе соло видео вчерашнего штанец было занятно миленько ссср подняла голову и умнувшись аюри а чего-то чутка прибавив ремянцы опустила голову к тарелке придешь да ну секунду принявшись быстро поедать ее содержимое от сама то что после дискотеки ты мячик-то когда пинали простить тебя наверное вносина прилетела ой правда а он не успел поймать у боясь ответил на поняв на мне голову помнит значит куда ты потом ушла так сразу домик спать устала до ужаса погоди совсем вам этого свидать устала так что забыл когда дом нашел аси где остальные вниз в медпункте ахайт над тоннелями а это что он так называют дремлю спит еще проговорил я проговорил я задумавшись над тем как бы не спалить контору и чтобы ульяна поняла что с денисом почему он медпункте павчер неудачно пока мячик ловил на это было глупо нужно аккуратнее а то есть калечить себя так смешком отозвалась сайори в промежутках между гладками со стаканом помощь нужна прошептался тихо собирая остатки кашки по тарелке еду вынести нужно я могу отнести порцию в медпункт если хочешь этим образом образом так поднос поставил и несешь ничего трудного ладно спасибо а лента быстро доел остатки каши и собирал все это время ложку и встав из этого быстро ушла к окошку приема посуды паша а ты получишь пизды чем занимаешь сегодня пока не знаю там же нам нужно встречать там же нам кого-то встречать надо нет ты уже в курсе а чё ты такой взгляд делаешь да уже тоже оповестила знаешь хотя ладно что ничего просто задумалась и вслух сказала понимаю у меня такое тоже бывает я на мгновение задумывался продолжай наблюдаем затем как она крутит почти пустой стакан что странно мне даже не хотелось просто уйти как это обычно бывает в подобных ситуациях слушай раз вчера то может сегодня не знаю погуляем или почитаем библиотеки или на пристани начал перебирать вариант в голове я на это было бы здорово ах ты какой джучара я же набойка вскрикнула на слегка присела повеселев глазах вы наконец оторвало стакана и перелива на меня мысли я совсем не против мне нравится ну значит договорились ну да наверное пацанов на бабу пробудел для брата нам там разбираться у нас там проблемы по горло а пиде твою любовную ветку крутишь отлично наверное но тогда частный до вечера наверное или ну наверно да можно знаю решить это надо на обеде а ну да да ладно выкрою и все пару часиков только блять по из проблемы разбираться по моей с проблемами разобраться разбираться ну да да на обеде если мне раньше не прирежет этот корейский мальчик тогда до встречи да конечно до встречи она лыбнулась мне убираю поднос посуду именно встав начала уходить пиздец но я вообще полез в этот мод с теми вашими отношениями только подытожил я укладываю на поднос остывший еду и украдкой глядывать на просек выходы столов ну у меня в реальной жизни ржд блять я там такая машина блять я от меня буквально зависит все блять я на мне стоит все ежедая там для царь и бог а тут я кто для муж сегодняшнего да я немного поиграть что возможно тише тише угу так может опустить закончив по ощупывайте осмотреть мои повреждения сказал министра выпрямляясь а я опустил футболку четки давать назад чтобы не так бы делал в людине возможно не вызываем прикосновение больниц комфорт это было бы даже приятно и к тому что несмотря на аниме скрин я внешка в отличие от спрайта в игре а явно на пару уровней выше и чего греха оторить вполне себе съедобно я бы даже за романтию и и са а хайт склад блять взрывать веру в соблю и знаешь сколько са до думать даже не хочется тебя бы на рентген по-хорошему трещины точно есть а вот что там конкретно и где словно большой вопрос тебя дышать тяжело да нет вполне обычно только двигаться больно ну будем надеяться в легкой никакие осколки не впиваются и не попали я нервно сглотнул блять ну да щас жуть нагоняет на гонтику а если чуть правильно двинешься у тебя блядь нога ответил а потом ли ты просто просядешь и будешь как марио ебучий такой себе прикол откиснуть почти в начале адвенчуры а у вас от боли что-нибудь есть есть то она есть только надо сначала бы тебе поесть чтобы желудок не угробить может мазь какая и это тоже но нужно выявить где конкретно очаги более основные можно будет нанести мазь а поверх повязку без рентгена работать с этим тяжело но если найдем основные места и и возможны переломы то можно попробовать провести межребверную блокаду правда это не профессионально но не прочитали все же тут нужен рентген и тыкаться на ощупь авантюра такая себе обмажьте во всего мази будет ходили гуманоид но если это единственный способ задумался то можно попробовать даже не фатально в случае чего в общем и целом нет но любая таблетка назовем это так обладать побочным эффектом и это дело не исключением лучшем случае коллапс легкого а так боль вместе укола а так боль вместе укола зуд или под кожей будет синяк что будет иногда кровоточить это редкий случай так что в теории и в большом проценте так практики эта процедура безопасна думаю сам можем ограница ограничиться обезболивающей мазью и повязкой или же мне готовить анестетик ну а что эффективная блокада конечно же эффект почти мгновенно и держится порядочным тогда ее давайте что уж тут я глубоко вздохнул выдохнул не люблю я уколу но что-то не то чтобы дожить и но побоюсь может даже и не побоюсь а просто неприятное они вообще ну да согласен вот это при уколу сам посередине вот это изверны блин вот особенно когда кровь из пальца берут нахуй ну ни у ком конечно вот это бритвы и лезвием бам бляти и каждый раз бесит врачусь потому что блять давайте ебать и быстрее не хочу блять смотреть вот это ожидали более ли все колите меня и все вернее стебель я все в каком духе тогда раздевайся ложись что так сразу командовала надо для комарки я послушно принялся шика и себя от боли снимать чертову футболку после ложись на койку так мне нужно будет еще раз тебя осмотреть и постараться найти нужны точки ладно а я тебя привяжу чтобы ты не дергайся во флоре а лет уже а может разу наручники игры со 0 а девизу ты шаришь а чем я блять а ты даже это не в своей голове это даже не в своих мыслях ты это блять напрямую сказал ой хорош дн сути это хорошо и значит не все так плохо извините ничего она принялась привязывать меня ремнями ноги к спинке кровати откуда нет стати ремню ну я говорю в один из порта тоже вон линейную любовную линию с кем из построить а потом выбрали вы игры в палатке замутить откуда у нее такие ремни даже не откуда зачем понимаешь она одинокая медсестра возможно избиянка и солька и дмитриевна этот забавляют по-разному руки вдоль краев койки на руки вдоль кровь койки молодец с командовал на и нависнув надо мной принесет застегивать а можно было еще больше задумить она того стоит тот не иная чем вырубаем легко встал полясь готова спасибо она выпрямилась выпрямилась беря со столовой диектор и свернув пробку вставали домой как в кино погоди-ка а разве такие штуки были в семидесятых это нихуя музыка какая нагнетающая еще вот этот тюрьм это батроход топлив батроход токсин видимо заметив мои сомнения пояснил виллу а нам пчел в руке инъектором и слегка у него сми на влезь появилась про это невинно практически мгновенно поражать нервную систему вызывая сердечную недостаточность и как итог относительно быструю но порядком болезненную смерть понимаешь и блять да что дай пизда она сейчас на съемность хочет я бы у дернулся но как итог только сделал себя больнее и не все их освободить ни руки ни ноги что делать что делать патика ему думать не дергайся уже сидел сказала она пододвигая стул и садись рядом с кроватью смотри на меня холодным взглядом рассказывай если жить охота что рассказывать слева кто ты и твои дружки такие почему вы помните вчерашний всплеск где сейчас тот человек который оказался здесь после шторма я дверь постучали и виолы чуть отодвинулась завернув инъектор и убрав на грудный карман так она все помнит ах ты шляпал из просто блять именно ульяна вела все помню блять кто еще только пискни дать подам полегче шикнула на мне отворачивать двери войдите внутри ваша ульяна с подносом в руках и почти сразу замер на месте старшинами ну понятно я я люблю были связаны кровати блять такой вот а факт на западе что происходит я тут это видимо помешало завтрак принесло как мило поставь на столик нужно как-то и намекнуть она прошла мимо и я пока вела следил за девчонкой иначе уже стекулировать пальцами левой руки которые была видна у ляней и крутить кистью сжатые ремнем на держите привлечь его внимание поставив на стол поднос она выпрямилась и глядя на моих движения пальцами а что случилось она мельком глянула на меня и отвернулась обратно к фиоле но спустя секунду спросил взгляд на мою руку который я пытался жестикую но все пизда нынче к нам отлетаем здесь молодец смотри сюда выглядит он неважно говорит бесился друзьями да упал неудачно вроде в слона играли ну вот и придавили его ребра видимо трещины сейчас как раз процедуру проводить собираюсь а пользуясь паузой я собрался с мыслями и помогает ульяна чуть дергай рукой с а это убить я думаю это везло за как там вела заметил наше движение или кто я не понял надежды привлечь и обратно я думал у нас просекла тогда еще живем будет ползать собрался с мыслями по взглядом дергается прям большим пальцем указывал на велу а следом указательным для себя и в завершении этому не придумав ничего лучшим откинуть голову на подушку прикрыть глаза и в смыть язык после повторю еще раз блять типа алиова все это время такая состоит на девчонку смотрят вообще на тебя ты лежишь на хуй и вся клоуна хочешь такой она типа этого вообще не замечает блять ладно господи хоть бы она поняла хоть бы поняла вместе с этим вам не горели большие сомнения вдруг она ничего не помнит вчерашнего на площади девочка сморщего брови на пару секунд но потом перестала смотреть на меня глупо получилось почти мальчишки что уж и не говорить я пойду конечно на свидание бросила несмотря на меня уходя к двери пока тишина в помещении развеюсь как только закрыл дверь и стих звук шагов на крыльце снаружи и так мистера вновь повернулась ко мне и подкатилась ближе вынимая инъектор из кармашка говори да я не понимаю о чем вы не играй с огнем обожжешься нет я правда не понимаю но вы такие ваша троица откуда вы кто вас послал на практически у перо инъектора мне в грудь лучше панала перо что кое-что другое никто нас не посылал мы вообще-то случайно оказались подробнее мы в подъезде были веселись там или сотку а в поезде в поезде потом пояс словно ожил и мы поехали куда-то плохо помню все было смазано и в темноте она хмурил чуть убирая от меня все свое окружение потом просто очнулись на станции которые недалеко за лагерями и просто пошли по путям потом на дорогу вышли и по ней сюда пришли это все честно это все честно то ты знаешь о всплеске что это такое про тот грохот землетрясения именно я я правда не знаю ничего честно понятия не имею что это где тот кто вчера напал на пионеров он черта напомнит все вот блин тянуть премии или выложить как есть может по ложному след опустить если подумать что она может ему будем сделать хотя может спать тяжко напасть и тени резину я не знаю он сейчас василием мы разошлись утром может он убил его не знаю я с вами тут полтора часа по утра нахожусь три коротких нахуй ну слава один холл так шприц на стол руки за голову вас есть право хранить получение все что вы скажете быть используем против вас вы имеете право на адвоката если вы не можете представить себя адвоката он будет представлен вам судеблиц раунды вот используете команда я так понимаю лекарство не в голову пошипела не сам высматривая ульяну стоящих дверях повестно напряжение напряженное молчание началась игровые делки может уже разрешим это не может разрешим это недоразумение ща разрулим быстро отвернувшись от пашка с ульяной его повернулась ко мне сходу навеса надо мной и саживаю иглу инъектора в грудь и зашло словно в сумму я видел как его содержимое впрыскивается внутрь даже не просто видео а почувствовал моменте сумму разрушилась от встряски пашок схватил его сзади оттащил ее от меня а я уставился на сбухший слет след от инъекции пиздец все тело не имеет тело ними я умираю что там было их на убил всех на филову зажатую в замочный охват были пошел слегка дрогнут голосом яд яд какой-то имеет все спать хочется не спи противоядие где противоядие успокойтесь да ты это не яд не яд нет это и ор это вещи это наверное вещество вид веществе это вещество в десятки раз ускоряет процесс ремоделирования также ускоряя восстановление рабикулярных структур и хера чего она глядела нас и нахмурилась короче эта штука поставьте на ноги в течение получаса и кости срастутся а я о чем говорил сейчас в общем это не был ядом я просто хотел узнать все что мне надо пиздец только выдохну я откидываю голову разряжите меня пожалуйста так когда ситуация была улажная и меня наконец развязали и он настоял на настоял на том что мне нужно отлежаться не делается но блять не испугала на конкретное блять я поверю хотя да я я помню я ладно не буду спалить я говорю я немного помню субботний стримбуках немного часок-два каких потому что же говорит посмотришь отвлекут отошел лишь плюс еще короче да но в конце я досидел так я ее послушал будучи в полной уверенности что пашок если чё меня заселит дома же медсестра закрыла дверь на замок и пригласив пашка с ульяной присесть на кушетку сама села на стул закидывая ногу на ногу для она хоть уже какой я не знаю какой то тоже облегчением успел вот после этой сценки с смотрю мне там в камеру уехала ну на стаза напряженная ну чтож развел развела на руками включая вытяжку заметил что пошел крутит в руках пачку сигарет поговорим а сразу вот поговорить нормально нельзя было откуда мне знать что вам можно доверять а сейчас можно стал выходит а есть выбор пошел к лишь качнул головой ульяна а фу блядь и я думаю это вот это раз два три по парам девочки музыка началась это какой-то звук ты тоже помнишь то что вчера произошло напомним и помню только то как я оказалась дома я тебя оттащила звук у меня flashback это это как зверя блядь как песни зверей я тебя тащила точнее отвезла на тележке зачем надеялась что ты ничего не вспомнишь погодите-ка секундочку просто то есть вы в курсе про вот это все произошедшее как я понял что это за выбросы вообще-таки это долгая история но постараюсь уложиться компактно спрашивайте но денис уже спросил объясните про эти вырубалки шумные вообще в общем понятии это называется импульс или суп или пульс а пульс он имеет несколько разных проявлений ритм всплеск и шторм ритм ощущается слабо слабыми точками заглушением окружающей среды и воздействием на слуховые и зрительные функции живого организма отчего может возникнуть ощущение затухания и долгого моргания в основном ритм можно почувствовать только находясь под землей на поверхности этот феномен совершенно никак не ощущается и чем глубже вы будете тем сильнее ритм будет давить на вас плане типа оглушить сильнее оглушить сильнее или типа того на что-то наподобие шум ушах временная пропажа зрения дезориентация вплоть до потери сознания как я сказала чем глубже под землю тем сильнее воздействие ритма это похоже на то что был вчера под землей помните натуре а другие виды всплеск это то чем вчера все закончилось сильные магнитные или и электромагнитные всплески формирующиеся из разрыва пространством в зоне аномалии провождающиеся земляными точками громом и выбросов электро искровых разрядов земля не все еще немного на читайте надо закачивать а то блин я говорю полоте читать но у меня сижу после каждого слова сам процесс открытия и поддержания всплеска воздействует на мозг и нейронные колебания имеет сильно выраженные особенности ритма глушение мерцание потеря сознания да но если ритм просто воздействует здесь и сейчас то последствия всплеска остаются навсегда смысле во первых не знаю как он как-то влияет на поведение вызывает страх агрессию злобу можно сказать животный ужас не обязательно все и сразу разных людей по-разному во вторых каждый всплеск из каждый всплеск истощает ваша cns это приводит к раннему и быстрому формира формированию обширных нарушений проблем с нервной системой для я не знаю там на стриме слышно но у меня тут такой звук играет блин что сейчас реально хочется 5 вот это раз два три по парам девочки мальчики танцуют ну вот это вот все слепоты инсульты альцгеймер нейро онкологии эпилепсия каждый всплеск типа нас убивая тихо тихо нас убивает хотите сказать на охуенно я так понимаю шторм еще хуже да но это еще не все по данным во время всплеска что-то вокруг может измениться например в радиусе действия павший под всплеск могут лишиться коротковременной памяти забыть последние часы обычно 4 до 24 как ты произошло с остальными да во вторых изменения могут коснуться пространством рубленное дерево вновь появится а новое здание просто обратиться пустырем временные парадоксы откат своего рода что-то вроде того звучит флексово ну блять да ты тут самый флексер у нас ушок наконец закурил пододвигать ближе к вытяжке над окном а последняя шторм это полноценный разрыв открытие червоточины через который сюда может попасть все что угодно кореец как пример именно во время шторма можно обнаружить некое изучение и она как-то воздействует на окружающие на окружении в каком-то радиусе от переносимого объекта как дым что распространяется над таблеткой сухого топлива тому влияние этого изучения неизвестно но у него прослеживаться и явный радиус ну и из не при приятного все побочки аналогичные всплеску во время шторма усиливается то есть шанс сократить себе жизнь или подцепить какую болячку из названных вами выше именно ну значит василий был прав именно она на сюда засова но интересно другое можем ли мы выбраться отсюда с ее помощью этого я не знаю вся проблема червоточина она схопывается раньше муся будет возможность к ней подойти на электрическое поле вокруг явно может тебе серьезно принять ясно я предстал на руках и прислушивался к организму удивлению более дискомфортно и правда него я вроде того а жил для дочки радости вообще я же говорил постойте откуда вам все это известно дело в том что я одна из исследователей этой червоточины и вариска осеклась бросил взгляд на дверь за которой чуть на поздавая сушу быстрей шаги шумящий на деревянных ступеньках лица виола и стучат к двери внутрь зашла ольга дмитриевна с неким беспокойством в глазах и глазах а глядя в кабинет там мальчик из младших на поле ногу вывихнул говорит боль сильная идти не может я глянула него там синяк на ноге больше вылез сейчас я подожду прикрыть дверь и ольга покинул наш зала заседаний а вела тем временем встала с места и принялась собирать сумку какую вытащила из-под стола поговорим позже мы лишь кивнули поднимаясь в место и направились к выходу вместе с медсестрой ну все по канону вот это когда вот самое важное на самом деле я посмотрел уже на кольце на чуть обернулась и ко мне и тихо сказала после обеда зайди повязку все же наложим на всякий случай я кивнул ей и она вместе с вожатой быстро удалилась в сторону спортивной площадки про еду не забудь за ульяна неожиданно и пошел к покачал пальцем точно я уже забыл спасибо чуть замерев поблагодарю ребят я что помогли давайте все равно не яда не было но я то этого не знал верно уже верно забей короче но все же идем нужно сказать остальным да верно да все-все я подмечаю что к нашему трилу примкнула еще несколько человек у нас уже получается 6 рублей как кореец походу я буду в ролик поводу последнего отзыву василия обо мне блять кори кореец это являет конечно не бита были но и боюсь я могу некоторые могут подумать что за делу да но это останется тайной команда прям у нас я поспешим догнать удаляющихся пушка и ульяна ну на этом кстати по моему закончим бля чёрт а тут только такое что начинается теперь теперь я по канону действует если если до этого видео ливну поясну перед тем как сказать я блять пришелец из блять галактики сейчас вот начинается для василия и так вот черт вот такая вот это черт и такая музыка еще играет там явно что-то недоброе творится я так на этом стиве завершаем блять увидимся завтра просто я я уже сам поддался вы плыву по течению ну спасибо всем всем кто если кто-то заходил завтра подпиши потому что у меня гребень пиздаю короче да было прикольно было весело с учетом того что я вот на эту самую часть опоздал я ее не читал не знаю ну для его на в общем до завтра получается